Телеканал Дождь и Breaking Mad представляют Катаны и кисули, чики и фрики, камрады и боевые подруги. Больной безумный мир на этой неделе нанёс по здравому смыслу мощный сокрушительный удар. Особо отличились учёные мужи. Российская Академия Наук потребовала от ССК Телегрантов предоставлять конкурсные заявки на дискетах. Работы также должны быть выполнены в редакторе Word 6, то есть версии программы, вышедшей ещё в далёком 1993 году. Обращайте, пожалуйста, барабан. Я тогда только в школу пошёл. Позже академики объяснили, что просто забыли переписать условия приёма. Сказали, что будут принимать работы в любых форматах. Интересно, примут ли они берестяные грамоты. Как видите, соответствовать высоким требованиям Академии Наук совсем непросто. Поэтому образование всё больше уходит в тень. Под Орлом обнаружена нелегальная школа трактористов. Местный суд уже оштрафовал. Ливенский строительный техникум аж на 100 тысяч рублей за подготовку водителей тракторов без надлежащей лицензии. А ведь первое правило школы трактористов – никогда не говорить о школе трактористов. Ну какой из себя тракторист? А сам-то лучше. Заткнись. Техническое ничтожество. В преддверии масленицы руководство Ленобласти попросило чиновников не корнить горожан блинами с лопаты. Ведь это может нанести урон в престижу всей страны. Работникам муниципалитетов обещают раздать специальную памятку. В ней говорится, что использовать лопаты, вилы и совки для приготовления блинов нельзя. Также чиновников предупредили, что сжигаемое на масленице чучело не должно быть похоже на действующего общественного или политического деятеля. И вот для того, чтобы поднять дух народа, для того, чтобы очистить землю от этой скверны, мы решили провести сегодня такой маленький светлый наш обряд. А вот пермские полицейские проявили смекалку и находчивость. Для поимки банды автоугонщиков они переоделись в бомжей. В таком неприглядном виде и следили за подозреваемыми. До сих пор не ясно, насколько сильно стражам порядка пришлось вживаться в роль бездомных, но в результате спецоперации было задержано аж четверо преступников. Мордой вниз! Офигел! Живо! Зачу или пасть! Вы запороли пятилетнюю операцию. Мы же не знали, братан, ты потрясающий актер. Ну и напоследок важное пожелание. Наступила весна, погода на улице прекрасная, светит солнце, поэтому гуляйте побольше. А если все-таки остались дома, обязательно приоткрывайте форточку. Не повторяйте ошибку охранника магазина в Калининграде. За отказ проветрить помещение ему сломали челюсть. Свежего воздуха от него требовала продавщица магазина, но он на просьбу ответил грубостью и хамством. Вы чубаком, б***ь! Тогда женщина позвонила своему мужу, он в магазин приехал, избил охранника, а также сломал ему челюсть. Скажите, пожалуйста, отчего у меня так душа? Это от того, что вы вспотели. Фу! Так что берегите себя за Юни и дышите свежим воздухом. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!